Это Точка зрения. Меня зовут Антон Балзовский. Здравствуйте. Для кого-то лето это прежде всего пора отдыха, ну а для кого-то период самой настоящей войны с сорной растительностью. Именно об этом мы сегодня поговорим с Юрием Викторовичем Бондаренко, начальником отдела санитарии МКУ Управления коммунального хозяйства и благоустройства. Юрий Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и первый вопрос, как вообще в целом обстоят сейчас дела с сорной растительностью, в частности в нашем городе, Краснодаре? В городе Краснодаре мы боремся с сорной растительностью уже начиная с апреля месяца, с весны, когда начинаются дожди, солнце. В рамках действующих муниципальных контрактов у нас есть такой вид работы, как выкашивание сорной растительности. Общая площадь выкашивания сорной растительности составляет более 12 миллионов квадратных метров. Но исходя из того, что выкашивание происходит неоднократно, а не менее трех-четырех кратностей в квартал, то общий объем выкашивания квадратных метров составляет порядка 85 миллионов квадратных метров. Выкашивание мы производим, в первую очередь, это ручные косилки, триммеры, так сказать. Соответственно, эти силы брошены на улицы города, на второстепенные улицы, на магистральные. Также порядка 95 гектар у нас выкашивается за счет малой механизации трактора. То есть это открытые площади, где нет преград в виде деревьев, лавок, урн и так далее. То есть большие пространства. Ну а вообще, такие объемы называете, людей хватает? Людей достаточно. Подрядчик у нас крупная организация, выигравшая аукцион. Соответственно, по количеству людей задействована и техника, и механизация. То есть работают бригады как на графике выкашивания, так и созданные малые мобильные группы, для того, чтобы мы могли своевременно реагировать на сигналы, поступающие из администрации округов, из единой диспетчерской дежурной службы. То есть если к нам поступает информация, мы стараемся максимально оперативно на нее реагировать, сигнализировать подрядчику. То есть фактически это в ручном управлении. У нас параллельно действует график выкашивания, разбитый на блоки. И в то же время это ручное управление, направление этих малых бригад, чтобы потушить очаг, информация поступила по которому. Ну, про людей, оружие, как вы говорите, понятно. А вот сам пик вот этой борьбы с растительностью сорной, на какой период приходится? Ну вот, с середины июля и до середины сентября у нас будет пик произрастания именно массовой амброзии. Мы закрываем выкашиванием площади на кладбищах, так как там большие открытые пространства. Разносятся семена. Соответственно, ранее выявлялись уже очаги массового произрастания амброзии. Это отдельным объемом в муниципальных контрактах у нас прописано. И, соответственно, принимаются меры, чтобы не допустить произрастания. То есть выкашивается, так сказать, все, что выявляем. Ну, а я думаю, что беда большая с частными подворьями, да, все-таки, куда вы недоступны. Есть определенная доля проблемы, но она решаемая. То есть территории, которые находятся в частной собственности, либо в аренде, выявляются очаги произрастания. Те, кто добросовестно относится к своим обязательствам, люди ответственные, они справляются с этой. То есть для них это не проблема. Те, кто игнорируют предупреждения, там сигналы. Это, естественно, департамент городского хозяйства и администрация округов применяют меры административного реагирования, привлекая к административной ответственности. То есть штрафы варьируются, если для физических лиц это от 300 до 500 рублей штраф, для юридических лиц от 5 тысяч до 10. Ну, должностные лица, это промежуточный такой момент, там штраф до 5 тысяч идет. Ну, вот основные места, где произрастает эта сорная растительность, может быть, потому что, ну, я думаю, ни для кого не секрет, что очень много приезжих сейчас, да, людей, которые еще не познакомились с нашей амброзией и с другой сорной растительностью, которая может вызвать аллергии. Вот какие места бы вы назвали более, где с ними действительно можно познакомиться в очень нехорошем свете? Ну, амброзию чаще всего можно увидеть на более открытых площадках. То есть это, как я уже ранее назвал, кладбище, там, где брошены захоронения неухоженные и, соответственно, еще территории земли, отведенные под захоронения, однако, не востребованы. Плюс брошенные стройплощадки. Соответственно, застройщик землю для себя зарезервировал, обнес забором по каким-то причинам, не приступил к строительству, соответственно, земля простаивает, там возможно образование, произрастание, так сказать, карантинных растений. Но в основном это вокруг города, в центре города, улицы, магистральные, как я говорил, и второстепенные, там проблемы у нас с этим нет. Но если вдруг внутри квартала, вот я заметил, да, произрастание этой сорной растительности, мне куда обращаться? Единая диспетчерская служба. И потом вся эта информация поступает уже либо нам, либо в администрацию, мы реагируем. То есть внутриквартальные территории у нас тоже находятся на санитарном содержании, именно та часть муниципальной территории, которая находится внутри квартала. Потому как там еще наши территории граничат с территориями отмежеванных к домам. Здесь уже, так сказать, зона ответственности управляющих компаний. Соответственно, перед тем, как сообщить о произрастании амброзии, лучше, конечно, определить, эта территория относится к управляющей компании, как отмежеванная к дому, либо это муниципальная территория, ответственность за которую несет непосредственно муниципалитет. То есть ступенчато. Сначала прийти, наверное, в свою управляющую компанию поговорить, а затем уже, если она нечейная получится, тогда уже обращаться в администрацию. Если есть возможность, лучше сразу разобраться, потому как просто просигнализировать о произрастании карантинного растения, не определив территорию, уйдет время на определение, чья зона ответственности, кто ответственен за это и кто будет реагировать. Если у человека есть возможность сразу определить, что это за территория, безусловно, это ускорит процесс. Ну и напоследок, наверное, с вашей профессиональной точки зрения, что бы вы могли посоветовать садоводам, может быть, огородникам, ну и вообще людям, которые владеют частными домовладельнями, куда, в общем, вы недоступны действительно, чтобы они избежали, наверное, проблем, прежде всего, которые приносят эта ссорная растительность? В первую очередь, я бы посоветовал быть ответственным и внимательным, потому как мы живем в обществе, вокруг нас есть люди, которые не могут себе позволить переводить территорию в порядок. А если это твоя собственность, либо аренда, то будь добр, содержи ее в надлежащем состоянии, вне зависимости, будь это зима, осень, весна. То есть каждый период года у нас подразумевает определенные сложности с содержанием территории. Осенью будет листва, и она тоже имеет возможность возгорания и пожароопасность. То есть закончили с амбрузией, перейдем к падению листвы. То есть вопрос просто быть ответственным за свои действия. В общем, как всегда, чисто не там, где убирают, а там, где не мусор. Совершенно верно. Спасибо вам большое за очень информативные ответы и желаю вам удачи в вашем нелегком, таком нужном труде. Спасибо вам большое.